Друзья мои, вы снова на моем канале Витфлора. Рада приветствовать всех, кто заглянул ко мне. И сегодня мы немножко отойдем от цветочных тем и поговорим о хлебе насущном, ну а точнее о овощных культурах, такой замечательной культуре, как пекинская капуста. Очень многие, я знаю, любят замечательный сей овощ, но, к сожалению, не у всех получается его вырастить. У меня уже как-то много лет с этим делом все в порядке, потому что лет 10 тому назад я для себя открыла такой голландский гибрид, как Моноко, и уже из года в год он дает у меня прекрасные урожаи. Максимально у меня вырастали кочаны до полутора килограмм. Ну, сейчас вот еще не взвешивала. Сейчас вот я вам оторву нижние листья, чтобы виден был, как говорится, масштаб. В принципе, это уже готовый кочан, можно его пускать в дело, чем я в ближайшее время и займусь. Здесь вот, как вы видите, три штучки у меня сидят в парнике. Чуть позже я вам покажу, какой результат у нас получился в открытом грунте, при том, что рассада одного срока посадки. Кстати, о сроках. Сегодня у нас... Ой, какой это у нас сегодня? 16 или 17 июня. Посеяны были на рассаду семена 20 марта. То есть получается практически три месяца. Так, март, апрель, май, июнь. Да, три месяца. И на выходе уже прекрасные кочаны. Самый интересный вопрос, который очень часто задают по поводу выращивания пекинской капусты, вы не поверите, а надо ли связывать листья капусты для того, чтобы формировался кочан. Когда я первый раз услышала, ну, скажем так, посмеялась. Когда услышала раз пятый или шестой, ну, немножко задумалась, потому что, видимо, вопрос насущный и очень часто многих волнует. Так вот, при посеве качественными семенами никакого связывания, естественно, не надо. И даже, хоть вы будете ее связывать и закручивать проволокой, если семена некачественные или второй вариант посеяны не в те сроки, в которые надо, никакого кочана у вас не образуется, а будет рыхлая розетка или вообще пойдет в стрелку. Дело в том, что пекинская капуста – это растение короткого дня, и лишь немногие из ее гибридов, они способны формировать, ну, скажем так, кочаны в несколько сроков. Вот, в частности, гибрид моноко, он подходит как для весенней посадки, посева, так и для летней, для осеннего потребления. Основная масса все-таки пекинской капусты, она сеется где-то в 20-х числах июня, с тем, чтобы уже конец, даже не август, а сентябрь-октябрь шло потребление. А при, скажем так, раннем посеве весеннем очень часто уходит в стрелку. Поэтому выбирайте качественные семена и обращайте внимание на сроки посадки. Никаких особых, как говорится, тут условий для выращивания этого замечательного овоща нет. Тепло, полив. Ну, а сейчас вот попытаемся сравнить с тем, что у нас выросло здесь вот меньше, чем за три месяца в теплице. Я, как видите, посадила с краешку гряды, где будут, вернее, не будут, а уже растут перцы и томаты. То есть оно, в принципе, им особо здесь не мешает. Сейчас будет убрано, и все остальные культуры пойдут дальше в рост. А сейчас мы посмотрим, что же у нас выросло за те же самые сроки, но в открытом грунте. Ну, согласитесь, конечно, разница ощущается, да? Да. Мало того, что тут, конечно, больше еще и улитки и слизни поработали, хотя и в парнике их хватает. Но тоже вот уже качанчики завязываются. С одной стороны, оно, в общем-то, и неплохо. Те три качана, они у меня пойдут в ближайшее время на употребление, а эти как раз подрастут, и можно будет попозже ими лакомиться. Но однозначно, как вы видели, для более раннего употребления есть смысл все-таки несколько экземпляров садить в парнике. Где-то с самого краешку не надо им там выбирать самое лучшее место. Как говорится, на задворках вашего парника оно себя вполне будет неплохо чувствовать. Сейчас вот в конце июня я посею еще одну партию, потом где-то в июле еще. То есть где-то по 5-6 семечек с промежутком, скажем, где-то 10 дней. И тогда продлить потребление пекинской капусты очень можно на длительный период. На моем канале есть пару видео о том, как осенью можно путем пересадки в парник пекинской капусты сохранить ее вообще в свежайшем виде до Нового года, а то и Рождества православного, скажем так, в январе месяце. То есть не прилагая особых каких-то усилий, можно лакомиться этим замечательным продуктом длительное время. В заключение еще раз напомню и посоветую вам семена, какими я пользуюсь уже более 10 лет. Это голландский гибрид монока. Он дает прекрасный урожай как при весенней посадке, так и при летней для осенне-зимнего потребления.